МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Осипов Виктор Иванович, доктор геолога минералогических наук, профессор кафедры грунтоведения и инженерной геологии геологического факультета МГУ имени Ломоносова, директор инженерно-геологического и геоэкологического научного центра РАН, область научных интересов, фундаментальные аспекты охраны окружающей среды, рациональное использование геологической среды и концептуальные основы экологической политики. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день. Добрый день. Садитесь, пожалуйста. Дорогие друзья, сегодняшняя наша лекция будет посвящена природным опасностям и медным борьбе с ними. В настоящее время, когда речь идёт о природных катастрофах и борьбы с ними в нашей стране, мы всегда ассоциируем эти проблемы с деятельностью Министерства по чрезвычайным событиям в нашей стране. Но сегодня я хотел бы осветить проблему природной безопасности не только в рамках ликвидации последствий этих угроз, чем занимается непосредственно МЧС, но осветить её немножко шире и осветить проблемы, рассказать о проблемах, которые разрабатывает МЧС совместно с большим кругом научных организаций и специалистов, и учёных. Владимир Иванович Вернацкий в одной из своих работ писал, «Земная поверхность не может рассматриваться, как область только вещества». Это область энергии. Область энергии. Действительно, на поверхности Земли и внутри её концентрируется огромная, огромная энергия. Источниками энергии являются внешние источники, это прежде всего солнечная система, а также внутренние источники. Это многочисленные и разнообразные физические, физико-химические и другие процессы, происходящие внутри нашей планеты. Эти процессы приводят к постоянному изменению, к постоянному динамике Земли. изменяется ли к Земле? Мы это не замечаем, потому что это происходит в геологическом масштабе времени. Это сотни лет, миллионы лет и сотни миллионов лет. Но Земля – это живая система. Земля постоянно изменяется. Это обычно, эти изменения в Земле называются термином геодинамика Земли. Геодинамика Земли. И геодинамика как раз и является причиной появления многих опасных процессов, развития многих опасных процессов на внутри Земли, на её поверхности, а также на контакте внешних геосфер Земли. Природные процессы в последнее время всё чаще и чаще сопровождаются так называемыми техноприродными опасностями. Это те опасности, которые развиваются в природной среде под влиянием хозяйственной деятельности и другой деятельности человека, под влиянием цивилизации. И к числу таких техноприродных процессов, инициированных уже самим человеком, следует отнести наведённую сейсмичность, это сейсмические возбуждения земной коры, связанные с нагнетанием в глубокие слои земной коры под большим давлением жидкости, газов и других веществ. С этим же связаны процессы опускания поверхности Земли, обусловленные откачками больших объёмов воды или газа, или углеводородов, других углеводородов. И это приводит к опусканию поверхностей. Если сейчас обратиться к статистике, то эта статистика показывает, что в мире идёт постоянное наращивание катастрофических природных явлений. Вот на этом графике показан рост количества катастрофических природных событий на земном шаре за вторую половину 20-го столетия. Общее количество катастроф за этот очень небольшой промежуток времени, а в геологическом масштабе времени это вообще мгновение. Вот за этот небольшой промежуток времени количество природных катастроф на земном шаре увеличилось в пять раз. В пять раз. Особенно интенсивно идёт развитие таких природных опасностей, как наводнения, ураганы, землетрясения, засухи, пожары, оползни, цунами и так далее, извержения вулканов, конечно, и так далее. Вот те основные опасности, которые всё чаще и чаще встречаются на земном шаре. Ещё более быстрыми темпами идёт рост материальных ущербов, связанных с катастрофическими явлениями. Ещё более быстрыми темпами. И расчёты показывают, что если рост ущербов будет продолжаться такими же темпами, то к середине нашего столетия объём материальных ущербов в мире достигнет 300 миллиардов долларов в год. Это будет означать, что он составит почти половину прироста глобального валового продукта. Вот весь стоимость всего валового продукта, который будет производить мир, вот половину стоимости этого валового продукта будет уничтожаться природными катастрофическими явлениями. Это очень тяжёлые потери. В нашей стране потери от природных катастроф также составляют в существенную величину. Хотя у нас нет чёткости и статистики по всем опасностям. Но экспертные оценки показывают, что примерно годичный ущерб от природных катастроф составляет у нас около 3% валового продукта страны. 3% валового продукта страны. Это немало. Это немало. Но, наверное, вы слышали проблему, связанную с подъёмом Каспия, уровня Каспия, который продолжался с 1978 года по 1995 год. Вот за это время ущерб от подъёма уровня Каспия составил 6 миллиардов долларов. 6 миллиардов долларов. Существуют особенно ущербоносные виды катастроф. Позвольте, я на некоторых из них остановлюсь, чтобы дать представление о тех масштабах ущербов, о тех масштабах гибели людей, которые встречаются при развитии тех или иных природных опасностей. Начнём с землетрясения. Землетрясения всегда были одним из наиболее мощных и страшных явлений природы. Страшны они не только по своей мощи и силе, а страшны они ещё и потому, что до сих пор в мире не умеют прогнозировать проявление землетрясения. Мы не можем сказать, когда, где, из какой энергии взорвётся земная кора и выплесит на поверхность огромный объём энергии. вот в этом кроется весь трагизм этого процесса. Землетрясения проявляются ежегодно и только за 20-е столетие вот в этой таблице приведены наиболее крупные землетрясения, в которых погибло более 60 тысяч человек. Более 60 тысяч человек. Здесь есть и землетрясения, где погибло 242-2 тысячи человек. Это в Китае. И здесь ещё не приведено последнее землетрясение в Китае, где погибло 70 тысяч человек. А вообще самым страшным землетрясением известным в литературе было землетрясение в Китае. в Китае в 1556-м году Хуансианское месторождение, когда погибло 800 тысяч человек. 800 тысяч человек. Вулканы, о вулканах сейчас очень много говорят, но позвольте я немножко всё-таки остановлюсь на этом огромном воздействии на среду, связанную с выбросом из недр земли огромного количества пепла, воды, газов и других твёрдых компонентов. Выбросы на огромную высоту до 80 километров. До 80 километров. Достаточно сказать, что на земном шаре сейчас имеется около 550 исторически известных вулканов. Около 550 исторически известных активных вулканов. Ежегодно в мире вулканы выбрасывают около полутора миллиардов тонн вещества. Около полутора миллиардов тонн пепла и другого вещества. Известны в литературе исторические вулканы. То есть события уникальные по своей энергии, по своей величине. Вот к числу таких исторических вулканов, известных нам из летописей, относятся вулкан Сан-Турин, который произошел в Эгейском море в 1470 году до новой эры. В результате этого вулкана возникла трех тридцатиметровая волна цунами, которая поглотила практически все острова в Эгейском море. И вместе с этим погибла критомикенская культура в этом регионе земного шара. Вот это событие с этим событием часто связывает всемирный потоп, вошедший в Библию и в другие документы. И до сих пор людская память несет воспоминания об этом потрясающем природном явлении. Более позднее время, в 1883 году в районе остров Ява и Суматра в Юго-Восточной Азии произошло извержение вулкана Крокотау, который считается мощнейшим вулканом за исторический уже этап времени, выбросивший 19 кубокилометров породы на поверхность 19 кубокилометров. Напомню, что кубокилометр составляет это 2 миллиарда тонн кубокилометра несет 2 миллиарда тонн породы. Так вот, 19 кубокилометров было выброшено, погибло 36 тысяч человек и самое главное, что возникла снова волна цунами колоссальнейшая, самое главное, что эта территория земного шара погрузилась на довольно длительное время в полярную зиму, то есть полностью было закрыто солнечные лучи, на земле установился мрак и наступили холода.